Всем привет! Это GameWorldSkater, и я поучаствовал на TheButyGameJam в составе LichyTeam. В работе над проектом Affection, в переводе привязанность, я занимался исключительно QI-тестированием. И сейчас покажу готовый результат мини-игры, а также этапы тестирования от первого билда до итогового результата. Ну и соответственно дам фидбэк того, что получилось, как игрок в геймдизайне. По сути, основная проблема для участников джемов — это ограничение во времени и отсутствие опыта в организации процесса разработки прототипа. К сожалению, для команды влияние этих факторов, по моему оценочному мнению, не стало исключением. Плюс мне не был предоставлен финальный билд для тестирования, и игра вышла на всеобщее обозрение с критической ошибкой, влияющей на возможность похождения. Но, несмотря на это, проект получился крайне достойным. Сейчас я вам покажу то, что получилось уже. Финальный, так сказать, результат. Уже потом прикрутили бег. Раньше бега не было. Через шифт. То есть он был сейчас по умолчанию ходьба, а бег по шифту. Раньше этого не было, соответственно. В общем, игра представляет собой эту историю. Она скорее story-driven, по моему мнению. К сожалению, юзер-интерфейс тоже был не прикручен. В итоговой версии. Что жаль. Но это не так для геймджема, это не критично совершенно. На самом деле это совершенно нормально. Вот. А, соответственно, по нарративу паренек собирает воспоминания о отношениях со своей девушкой. Которая. Сейчас узнаете, что с ней случилось. Вот. Это вот центральная, так сказать, база. Сюда складываются именно все оставшиеся у него воспоминания. Которые он сейчас соберет. Так некомфортно было сейчас. Ну, ничего страшного. Это все небольшие огнестили. Это не критично. Не критично. Мы собрали вот уже воспоминания на скамейке. Теперь пытаемся собрать воспоминания уже вот. На макс-комнат-комнат. Балкончики. Над моем. Вот, кстати, я первую не поставил. Сейчас поставлю все. То есть воспоминания, которые мы вот собрали. Первое и второе, например. Ну, еще три всего. Вот они ставятся. Вот такие чаши. Очень наглядно, мне кажется. Сделано. Простейшая идея. Простейшая механика. Но действует как надо. Без вопросов. Я бы сказал. Сюда. Немножко странно будет вся камера, но это тоже нормально. Там отношения продолжаются. Они сидят птицу и смотрят, возможно, фильм. Вот здесь вообще не читается, что здесь есть на самом деле эта штука. Но это нормально. Добавно, что где-то можно прыгнуть и пройти. А где-то можно просто пройти шагом. Забираемся. Идем, 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 идем. Возвращаемся обратно. В нашей центральной точке. Сейчас мы положим туда последние воспоминания. И, внимание. Вот, нам открылось еще одно. Одна такая мини-зона. Вот, здесь у нас машина, на которой, как предполагается, как я это понимаю, разбилась. Упала как раз со скалы ее возлюбленная. Только странно, что она не перевернута, что как будто она падает. Мне кажется, это было более логично с нарративной точки зрения. А так она, как будто, остро висит. И это финал. Великолепный финал. Камера выходит. В финальной версии этого нет. Именно, выложены. И вид на разбитое сердце. По-моему, замечательно. В смысле, нарратива, как бы, можно дожимать, скажем. Но, не обязательно. При том, что, все-таки, основная тема геймджема была связи, то, наверное, можно было немножечко по-другому все это сделать. Например, чтобы сердце в конце все-таки срослось. Или как-то по-другому подумать об этом. Но, это все мелочи. Есть о грехе, но, по конкретике, я считаю, отличная работа. А сейчас я покажу вам сам процесс тестирования. Как он был организован. Он был довольно вольно организован. Версии выбрасывались без каких-либо установок. Поэтому тесты проводились, соответственно, и билды филдбечились в вольном формате. Забатя джем, личи тим, тест инпутов и первое ощущение. Тест один. Так. В асд передвижение. Все работает корректно. Прыжок спейс работает корректно. Так, двойной прыжок сделать нельзя, только с задержкой. Хорошо. Так. Прыжок по стенам работает. Отлично. Так, насколько я высоко могу. А, прыжками вот так вот. Так, я понял. Окей. Так, это работает. Вот это такие вот штуки, они не очевидны для пользователя. Он просто... Такая рампа. Тут, в общем, нужны метрики, мне кажется. Для того, чтобы понимать. Или отбивать такие штуки. Нужно вообще сделать метрики, наверное, если по-хорошему. Высоты ширины персонажа, рампы, по которой он может зайти, она должна быть ниже. Потому что здесь, если, конечно, это будет как-то необусловленный, пока там, нарративом или чем-то другим. Это пока какая-то заготовка. Так, ладненько. Выложим. Я бы сразу вот это не выкупил. Я иду дальше. Так, рампа. Спускаюсь вниз. Здесь все более-менее хорошо. Вот, да. Тайна все-таки опьется чуть-чуть отбивать, наверное, именно зоны. Вот, когда, где кончаются зоны. Потому что ограничения должны быть чуть-чуть хотя бы, чтобы я бы понимал, где заканчивается, где начинается. Так, вот здесь у нас два клифа и прыжок. Потом вот, я думаю, что у вас уже есть метрика прыжка персонажа. Ну, чтобы они были, примерно, прыжок был одинаковый. Вот, мне кажется, надо сделать клифы такие, ну, как бы до конца вот здесь продлить. Потому что зачем вот этот вот, если мы не даем игроку здесь право на ошибку вообще. То есть, если он упадет, он упадет. Это прям смерть. Зачем вот такие штуки делать, я пока не знаю. Окей. Так, давайте прыгнем. Так, хорошо. Оп. Вот сюда. Во. Вот это нужно будет убирать в конечной версии по-любому. Потому что вот такие вот штуки, они прям фрустрируют игрока. Да, им приходится выбираться. То есть, он может, конечно, но в общем геймплейной целостности и ценности это не имеет. Вообще. Как таковой. Окей. Так. Пойдем дальше. Да, вот такие платы нужно будет, да, заполнять потом. Так. Окей. Могу ли, кстати, подняться на стену? Вот вопрос. Нет, подниматься, пусть мне, наверное, не смогу. Ну, в принципе, мне и не хочется, на самом деле, как игроку. Вот, кстати, интересный вопрос. А могу ли я вернуться назад? Так, вот, и для игрока, в принципе, это заканчивается сейчас игра, потому что он не понял, как ему по факту... Вот здесь не очень удобные прыжки, вот эти вот если... Чуть-чуть здесь метрики нарушены, здесь возвращаться, соответственно. А игрок, скорее всего, пробежит эту рампу, но он не сразу поймет, что ему нужно на нее взбираться. В общем, по метрикам эта рампа так себе. Вот, тем более, здесь такой угол, прям жесткий. Нужно будет ровнять и рампу делать ниже по-любому. Вот, здесь у нас мы проваливаемся зачем-то, просто проваливаемся. Здесь просто угол, здесь просто угол. И там, скорее всего, мы свалимся. Ладно, окей, чуть-чуть дальше, позже проверю. Да, мы там свалимся, и это вообще не игровая, не геймплейная зона. Надо будет потом ставить туда что-то еще тоже. Так, вот здесь вообще огромная штука. Все, и здесь игрок... Я как игрок здесь теряюсь, я потерялся, я не знаю, куда мне идти. Ну, здесь потом будет что-то, окей. Да, и если будут, кстати, геймплейные моменты, когда игрок идет по стене, вот так. То есть, что-то преодолевает, может быть, кстати. Это вполне реально, если ее чуть-чуть доработать. Штуку, кстати, попробую сейчас по стене. Да, отлично, кстати. Вот это может получиться отличный геймплей, на самом деле. Геймплейный момент, когда по стене преодолеваешь какое-то препятствие. Но нужно будет отбивать стену, там, где это. Ну, вы задумаете, соответственно. Вот, но здесь прям супер, просто супер неудобная штука, на самом деле. Мега. Окей. Как-то так. Test end. Всем спасибо. Личи Тим. The Bater Jam. Test номер 2. Тестирую основные механики уже. И какой-никой комфорт. Так, вот здесь сразу. Угу, так, хорошо. Здесь я упасть не могу. Корризия, отлично. Так, здесь также не настроен юзер интерфейс пока. Поэтому, ну, я знаю кнопки, поэтому буду сейчас использовать. Так. Высоко довольно. Угу, хорошо. Все работает. Поехали. Угу. Не думаю, что здесь нужна такая высокая. Нужно здесь. Не имеет смысла, мне кажется, сразу. Это как обучение прыжку, но прыжок некомфортный. Я опять наблюдаю, что метрик все-таки нет. Угу. Так, ага, отлично. Разворот камеры сразу идет. Так. Да, вот прыжки некомфортные, потому что я не понимаю, могу ли я здесь допыгнуть или нет, по факту. Так, здесь у нас, по-моему, E должно быть. Да, отлично. Угу, рампа. Так, а если сюда я пойду? Так, угу. Все-таки, наверное, надо все-таки грани отбивать уровня. Потому что можно упасть, не совсем поняв, что он заканчивается. Так, где его здесь? Вот здесь вот, где его хорошо, кстати, отбит угол. Но все остальное пока, там, здесь какая-то пещера. Окей, окей, классно. Так, окей. Хорошо. Еще пытаемся. Так. Так. Угу. Угу. Здесь, как решение идет. Зачем-то. Так. Могу сюда сразу, ну, здесь надо собрать. Так, по-моему, F. Если я, конечно, не ошибаюсь. Нет, я все еще. Ага. Так. А вот теперь вопрос. Прикольное дерево, кстати. Если я упаду сюда, то... О-о-о-о. Да. Ну, кстати, интересно будет, что будет, если я пошел бы так сразу налево. Ага. Вот здесь интересно смогу я, да. Интересно, он меня как бы несет. Я могу, интересно, здесь упасть. Я не совсем понимаю. Вот визуально, вот с таким прыжком, я не верю, ну, как игрок, что я могу здесь перепрыгнуть, откровенно говоря. Тут какая-то... О-о-о. Вот здесь, вот это падение вообще здесь не читается. Так, и я оказываюсь... Так, о-о-о. Я оказываюсь где-то, где я, возможно, не должен оказаться. И не должен оказаться. Да, вот здесь вот эта пустынность. Мне кажется, можно сделать меньше. Сам по себе масштаб. Потому что из-за того, что нельзя вращать камерой, игрок просто теряется. И не понимает, что происходит. Вот я сейчас бегу, и я не понимаю, куда я бегу, почему я бегу. И я падаю, потому что я просто не понимаю, что происходит, откровенно говоря. То есть я не понимаю, куда я бегу в целом. Вот в чем, наверное, проблема. Вот. И здесь камера, на самом деле, очень быстро заворачивается. И я даже не... Вот мне нужно вот здесь вот стоять, чтобы понимать. Потому что как только я бегу вперед, камера такая-то, взувь, меня и поворачивает. Это неплохо. Так, ну... Кстати, по-первых, вот я даже не смог, наверное, сразу... Осознание, потому что немножко теряется вот это сердце. Вот. Сейчас вот я должен прям постоять и только потом прыгнуть. Прыжок некомфортный, я уже говорил, да. Так, идем дальше. Так, здесь я все сделал. Но я понимаю, что все-таки нам нужно налево. Потому что, когда я бегу сюда, то я... Я падаю, потому что вот здесь очень маленькое пространство такое. И вот этот скос сразу меня тянет вниз упасть. Да, и я, собственно, и падаю. Да. И возвращаюсь уже опять к старту. Такое ответвление непонятное. Зачем сделано, на самом деле? Окей. Так. Продолжаем тестировать. Идем вниз. Я уже знаю, что происходит. Ага, значит, я постоянно могу перепрыгнуть. В принципе, я упасть, наверное, даже и не могу. Так. А вот здесь вот. А вот здесь могу. Вот. И за... Потом она будет... Цвет, конечно, настроен. Но пока вот... Вообще, какие-то вещи совершенно не читаются на этом уровне. И отбивать нам все равно придется. Грани. Вот. Памс. Я наткнулся на нее. Окей. Я наткнулся. И вот. И дошел до лестницы. Я бежал ее полностью, чтобы дойти до лестницы. И здесь я должен, получается... Так. Что-то я не хочу работать. Ага. Так. Отлично. Одну положил. Еще на две дародать. Вот. Визуально все хорошо сделано. Все классно. Именно понимание, что я должен где сделать. Вот этот масштаб огромный. Он, конечно, немножко... Ну, коллизии нет. Немножко убивает. Так. Вот. Вот. И я... Должен. А если я отсюда бегу? Я могу понять? Немножко камера чуть-чуть подостроится. И будет нормально. Более-менее. Вот. Там, вот, там машины. Но, когда я бежал туда, вот... Я вообще не мог понять, куда я бегу и что происходит. В общем. Кстати, сюда им... Вот. Здесь вот хорошо, кстати, показана машина. Вот когда первый раз, я вообще не понял, куда я бегу. И зачем, главное. Вот здесь суперопасное место, потому что здесь тьма. Так называемая. Вот. И я как-то упал здесь, да. И даже сам не понял, где я упал. И как. Так. Нужно ли нам сюда? Ну, на нее можно как точка интереса. Окей. Окей. А здесь вот зачем вот этот угол нужен? Ну, так отбивают, типа, да. Но, игру уже сюда. Вот, может прийти. Идти. Идти. Всегда. Ну, здесь надо будет отравнять все равно какие-то моменты, чтобы... Не было немотивированных прыжков. А вот, да, вот здесь я упал в прошлый раз. Так, вот. Вот здесь, да. Вот. А, это у нас коллизия уже, да? Так, хорошо. Сюда я... Да, сюда я упаду или не упаду. Ну, тут я увидел что-то так. Ага. Что мне нужно не сюда, а туда. Вот. И здесь я просто водя во тьме. Пытаюсь понять. Но, в общем, я должен... А. Я... И вводить туда. И можно, и нужно ли. Непонятно. Вот. И я, в общем, немножко фрустрирован. Фрустрирован, я... Там вроде какая-то зона. Она вроде как и игровая по свету. То есть, вот здесь вот, где свет. И я такой, может быть, я хожу допрыгнуть, но не понимаю задумки. Вот. Так, и я снова бегу во тьме. Выбегаю, ну... И падаю, конечно. А. Или не падаю? Нет, падаю. Все-таки падаю. Так, попробуем. Номер два. Да, да, я там же открыл. Еще такой вот активный элемент. Сейчас попробую его допройти. Ну, а здесь получается, да. Здесь прыжок хорошо, хотя ты думаешь, что не допрыгнешь, но сделал он хорошо то, что допрыгаешь. Так, идем, идем, идем. помета комиссии все хорошо и все аккуратно идти так корриде идеи не видишь корридит понятно так идем 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 так дело пустые пространства да немножко просто ерует безусловно вот здесь я вижу еще одну так отлично кстати здесь неплохо сделано и могу поднять камеру посмотрите сюда но это в принципе не нужно окей идем дальше так 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 вот что здорово что здесь есть краткий путь которого можно добежать обратно не спускаясь это прикольно это прям такой флоу немножко дает так я хожу сюда а какой бы я не подошел все равно сам выбирай запрограммировано куда я поставлю нормально так продолжаем найти третью сферу но она очень не очевидно запрятана здесь в основном из-за света вот который здесь падает и непонимание куда я должен вот вот здесь вот я миллион раз могу упасть и даже пойти сюда и уйти не поняв по свету я себе понимаю что здесь есть вот вот эта штука вот а если я свалился вот сюда то что все в общем здесь не совсем понятно еще раз так попробуем через вот эту вот вот так а если сверху спрыгнуть меня почему-то не получилось так и вот здесь еще огромная такой отстеленный прям так стильная штука которая вот меня приводит вот сюда идея вы как вот то есть она даже не на ком-то постаменте она здесь просто лежит да и за камеры ты вот сейчас находится в пространстве где ты не совсем понимаешь вот и по факту ты должен вот здесь выбраться но в общем здесь теряется понимание где откуда ты сможешь так в общем здесь почему-то не получается у меня вернуться кстати может здесь тоже какая-то спрятанная штука но я не понимаю как отсюда вернуться может быть здесь вообще бы как бы отсюда им нужно но чуть-чуть как-то непонятно вообще нет здесь все все не висок в коллизиях если вы возвращаться то явно не сюда не знаю ребята вроде прошли но если вот не смотреть то что они как 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 они это сделали я не понимаю как вернуться почему-то не знаю может у меня от одного такая проблема а вообще в принципе все круто связь видна большие молодцы продолжаем работать забать от джем ричи тим тест уже последний последнего билда уже выложенного посмотрим что поменялось и так немножко фрустрирует вот это пробегание вот такой поверхности невидимой ноги так а если они песни при принципе можно умираешь иногда бывает ну ладно здесь закрыт хорошо так хорошая отбивка на самом деле входа ты отлично по кстати немножко опустилась вроде бы не знаю такое ощущение не знаю может быть и не поменялся посмотрим хорошая основа отбивку эти вот очень хороши все-таки отбивки вот этими кристаллами так тут все работает так отбивки есть да какие-то отбивки появились границ и это хорошо это это радует наклоненной границе все равно так немножечко опасно но здесь здесь это уже не существенно отлично что за закрыли вот здесь вход он здесь реально второй проход сверху он был не нужен совершенно опа отлично воспоминания связь так посмотрим метрики работает отлично отлично спокойная музыка так так уголочек такой и прыжок да это работает отлично здесь как будто немножко фога сделали она вода снизу отлично так сюда вот сделали расстояние меньше вот отлично 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 от стене немножко есть ситуация так мы здесь смотрим примерно понимаем что делать так и сюда так идем 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 да отлично здесь у нас ничего нету да стало вот когда убрали немножко объем вода отлично кстати смотрится как надо да стало более понятно более хорошо так отлично немножко чуть-чуть чуть-чуть скалайдер но это опять уже для джем это вообще не критично ни разу так хорошо пустое в пространстве могли действовать еще одни но было для уже такого польши так отлично так вот здесь в принципе хорошо было здесь ничего тут они смотрели отлично отличная история все все хорошо так возвращаемся а отлично здесь у нас мы спокойно так вот здесь вот на самом деле здесь можно было чуть-чуть по шее сделать потому что этот момент он конечно такой когда все делается вот так в жестком таком режиме ходить кожаном поэтому так а тут немножко по-другому интересно а теперь здесь что не устанавливается интересно так ладно продолжим когда у тебя составила так сказать есть вот а ты сейчас вот камера здесь как надо повернуть вот вот с этой камеры уже прям да вот очень здорово что эта зона была все таки передела а а а а а а но прыжок все равно еле-еле здесь вот мне кажется слишком вот опять какая-то наверное опуститься но хотелось прыгнуть потому что вот вот это вот отбивка здесь она все равно не не так особенно читается если сюда и можно потому что не понимаю хотелось просто прыгнуть не хотелось ничего сделать вот здорово здорово вот так а вот оно что вот вот эта штука вот тогда да тоже не читала сейчас уже отлично сейчас уже я понимаю что здесь как скажем так что почем а да и вот здесь у нас а а а кстати куда идти как-то взаимодействовать нет ничего значит я все делаю правильно Идем дальше Заходим, заходим, заходим Так, сюда Сюда Не совсем Ага Все еще непонятно Куда они улетели Упал А, сэк, они По-другому все это Не разобрался все Так, ну окей Я нашел Идем А, только в конце не дается это сделать Отлично Вот это отлично Музыка Музыка Это шикарно Подходящий, я бы сказал Может был бы коллайдер сделать Чуть-чуть там больше Так, а сюда мы можем Музыка Вот эти, связи Получается, камера чуть-чуть бьется Вот она Я понимаю, зачем это сделано Что за прием Но Работает не очень Потому что она проводится С чем-то скрывает Здесь появляется Я должен Вот так вот камеру Доставлять в нужное место Это Не гуд Не гуд Да Может быть, немножко Забыть про ту фотографичность Так Да И да Да, вот она связь Погибшая Девушка Жена Родственница Кто-то там Отлично Блин, с исключением Там у всех Небольших мелочей Все Как бы работает Как надо Идея понятна Самое главное Я думаю, что Достойное место Должно занять Здорово, парни Ура Хорошая работа